Вижу, чтобы я мог различить чертолистую форму тела. Что еще? Сейчас тут все потянутся, не сомневайтесь. Народ привыкли? Представляете, здесь располагайтесь. Это все, это боевой лазер. Так что будьте готовы. Номер 2, шутка. Дамы и господа, сегодня я хотел бы обсудить тему ощущений, в контексте личного опыта. Мы говорим, что не должно быть ощущений во время практики. В асана, если поддержана удобная поза, когда мы сделали какую-то форму, приняли, а мы на какое-то время забываем, что мы делаем, что тело не ощутимо. А если оно ощутимо, значит вопрос, правильно ли мы делаем. Как мы с этим разбираемся? Какова наша эволюция в этом плане? Особенно тем, кто давно занимается, да? Значит, ну, наверное, так. И хотелось бы услышать, зачем вы здесь? У меня не идет хатха. Я хочу понять, почему, что вы делаете так? Что вы делаете? Почему она мне не идет? А вы пробовали? Да. С детства пробовала. Мне всегда в нее возвращают почему-то, а я... А сейчас же я называю все что угодно. И что вы пробовали? Вам не нравится то, что я пробовала на долине. О! Ну, если вы еще можете придираться за чем-то и зло. После этого. Видимо, дозированные дела. Понятно. Ну, хорошо. Значит, Игорь, как ваше впечатление? Вот с ощущениями, что происходит? Есть такая история. У меня как-то так получается, что с продолжительностью асан хочется... Умом понимаешь, что надо не так много, лучше меньше, но качественно, да? Но почему-то находиться в асанах долго не получается. То есть, какое-то ощущение неуютности. Ну, это для всех физически физическое? Нет. Ну, типа скуки, что ли. И хочется перейти к следующей асане. И вот что с этим делать, я не знаю. Казалось бы, это может быть избытка энергии, но я знаю, что это не так. И поэтому достичь вот того неощущения, как вы говорите, мне не удается. То есть, я пока нахожусь в полном ощущении тела. Ну, дело в очереди. Значит, практика йоги – это вещь непривычная для сознания, для тела. Значит, та привычка, она... Потому страшная сила, что она, так сказать, неприставленная в сознании, да? Она работает через подсознание. То есть, если вы привыкли взять за шнурки, да? Это идет автомат. Если вы пытаетесь завязать их по-другому, будет нехорошо, да? Если вы пытаетесь идти по шпалам, тоже будет нехорошо, да? Ну, потому что это не ваша, не ваша длина шага, да? Поэтому с привычками бороться очень трудно и, наверное, не нужно. Надо просто постепенно привыкнуть к тому, что, если, как говорят, да, если что случилось, там произошло, да, значит, не вследствие того, да, а вот автономно. Поэтому, как-то вы должны сродниться с мыслью, что работа неощутима, но полезная работа именно неощутима. Поэтому скука, она здесь, в данном случае, она, но является таким, как бы, явлением немножко поразительным, да? Она не адресная, она необоснованная. Работа и дело. Другое дело, что вы не чувствуете. Человек привык иметь дело или с результатом, да, значит, или достигать этого результата, да, и в процессе, так сказать, чувствует, что он делает что-то. А тут мы, так сказать, предоставляем процесс на откуп самому себе, как бы, да, это непривычно. Поэтому вы должны себе, наверное, объяснить, что сколько здесь она ни при чем, вот, и асана выдерживается, и пока работа неощутима, она полезна, и она есть. Ну, вот и все, наверное, так нужно себе, наверное, объяснять, да? Самый такой простой пример, да, что вот, допустим, ну, вот, если я руку поставил, так, да, и держу. Ну, какие ощущения? Ощущений нет. Ну, если я вам скажу, подержать полчаса, то, наверное, будет очень плохо. И завтра, и послезавтра, да? Потому что сначала появятся ощущения, потом боль, потом боль будет усиливаться, потом начнутся судороги, да, в плече. Именно время работает, время, гравитация, вот, и, собственно говоря, все. Поэтому, конечно, просто это привычка, нужно к этому привыкнуть и в этом работать, этого дождаться. Вот тут на предыдущем, знаете, была такая интересная дама, она пришла, она говорит у меня, говорит, как это, Высоцкая, все не так. Я, говорит, мысли, говорит, какие-то в Головедовской, которые меня просто достают, я раздерганная, значит, я не могу остановиться, да, не могу сконцентрироваться. И вот, значит, ну, плюс там спина. Вот, ну, она такая нормальная, метр девяносто пять, по-моему, поэтому со спиной, конечно, проблемы могут быть. Вот, тем более, работаю с курсоводом, это штука на ногах, да, вот. И, говорит, вот я занимаюсь, у меня ничего не получается, д-д-д-д, значит, прошло месяц, номер два, не было недели три, только была опуской. Он говорит, знаете, что-то произошло, говорит, что-то в голове упорядочилось, и с телом стало полегче. Какая-то ясность еще надо появляться, да. Можно просто в этом деле продержаться. И не говорить себе, там, что нет результата. Если вы, допустим, посадите ребенка, будете на него смотреть в сутки, вы видите, как он растет? Вряд ли, но он же вырастает. Йога, например, это такая же вещь. На длинных отрезках она видна, на длинных выборках. Наверное, так. Расскажите, Женя, про тебя. Да. Мы маленькие, вот мы два, две недели назад писали про Ксении, как у юристов. А вам зачем йога? Я вчера же до ночи цель писала. Я слышала ваши беседы, практику, то есть, фактически, было рачка вообще, три года тому назад абсолютно никакая, то есть я даже не могла прокладь дорожку в бассейне. Сейчас я могу плавать 40 дорожек без задышки. Задача просто… Как вы дошли до жизни такой? Вот как-то, ну, там проблемы, я думаю, здоровье, психосоматика, и проблем много, то есть есть одна хроника очень серьезная. То есть, благодаря вот тому, что в прошлом году, где-то в ноябре, я услышала про Нидру, то есть те же беседы слушала, то, что вы говорили, семинары. То есть вы слышали, но я занималась, да? Занималась, нет. Занималась, да. То есть Нидра отлично вообще пошла в прошлом году, то есть та хроника, которую я имею, там уже в одном, там серьезные, в принципе, вещи какие-то. Вот. Приступов никаких нет, вот целый год, можно сказать. Но я три года занимаюсь такими урывками, то есть где-то там какой-то сбой у меня в голове есть, наверное. То есть, получается, хроники никакой нет, она никак не проявляется уже, то есть она, видно, сбросила каким-то образом. Вот за вот эти полгода, я с января по июне занималась, сейчас перед вами ровно два месяца уже опять занимаюсь, и опять у меня как бы накатывающие опять все как бы в плюс идет. Зачем там бросать? Нет, нет, вы тогда сказали по телефону, времени в каком случае. Нет, я буду продолжать, и задача, вот может быть, еще и избавиться от лекарств. Хорошо, это ладно. Это мы вам и говорим, а вот по поводу ощущения, что я могу сказать? По поводу ощущения, то что у меня к вам вопрос, в чем разница между ощущениями и сбросом? Нет, сброс это, понимаете, сброс простой только при полном и окончательном расслаблении, когда вы полностью расслабились, да? Тогда система начинает как бы выводить напряжение, присущими ее образом. Ну так же, как, допустим, репрезентативная система, да? То есть мы все воспринимаем информацию по пяти портам, ну известно, да, зрение, обоняние, сознание и так далее. Значит, но она представлена в сознании каким-то одним образом, но двумя. Человек говорит, я думаю картинками, образами, кто-то говорит, у меня внутри монолог, диалог происходит, значит, у кого-то и смесь картинок и болтовни, у кого-то мысль ниоткуда, значит, у кого-то гигитальное мышление, так сказать, чистая логика, значит, да, она безобразная. Ну, значит, так же примерно со сбросом, сброс у каждого свой. То есть тут вот, ну вот Антон наблюдал, наверное, какое-то время, уже давно пишем эти самые, ну вот, например, там когда-то в том углу вот лежал такой парень Паша Новиков, совсем молодой, 23 года ему, давление, бессонница. Вот, и когда у него он расслабился нормально, его стало трясти, причем трясет так, чтобы как вот у него руки трясутся, ну как, знаете, они стираются, как из спицы в колесе, не видно просто. И ветер идет, да, так дорожным, ну, никогда не сможешь. Вот, значит, у кого-то, значит, тело вот так, как простыня, значит, как одиелок вытряхиваешь, волнами ходит, да, значит, кто-то лежит, у него, значит, лицо начинает, говорит, как будто мнот лицо, да, значит, потом такое ощущение, что полчаса били по лицу, он красный, если же человек, да, то есть самое разное, у кого-то сны, да, у кого-то эмоции идут потом, а то он меняется, значит, все это. Значит, вот у одной, значит, моей пациентке, когда начало глубоко расслабляться, значит, она через слезы льется, после слезы льются, два часа это занимает, два часа слезы, а потом на работу идешь, что-то такое, извините, физиономия, да, что делать, я говорю, через день расслабляйтесь там глубоко, да, значит, потом, значит, кончилась у нее слеза, началась тошнота, которая была 3 месяца, кончилась тошнота, она сделала головокружение. Так, Сергей, а вот этот сброс, он долго продолжается, и только момент расслабления, он может полгода... Разово или вообще? Вообще. Мы видели, значит, я видел и до года, пока все. Да, сколько было накоплено? Сколько было накоплено? Это все обсуждается, поэтому мы пока, значит, вот ощущения тем отличаются от сброса, что ощущения, они только для аса, а сброса, когда в асанах не бывает сброса, только в паузах бывает. В асанах очень редко встречается. Ладно, мы с вами тогда поговорим, чтобы вы не морочились. По ощущениям, Маша, что скажет? Ну, дело в том, что я очень долго не занималась, сейчас опять нечего-то заниматься, но я хочу сказать, что вот молодой человек говорил, что скучный становится в асанах. Вот, в моем опыте становится, ну, не то, что скучно, но не хочется делать асаны, когда ты не расслабляешься, когда у меня была такая ситуация, достаточно сильного стресса, ну, голове все на коврик. И все равно тебя трясет, у тебя там что-то все время происходит, в голове, в теле. Нет, Мария, сильный стресс, а я делал другое, сильный стресс. Когда сильный стресс, значит, это воздействие непределивой силы. Ну, честно, вот, может быть, да, но я уже был заниматься два раза, в утром и вечером, чтобы срезать это, да, чтобы трясучка уходила, осталось только память. Это уже другая нагрузка, обычно практика не снимешь тяжелого стресса, потом уже так всюдухой заниматься. По лестнице бегать, там, не знаю, уставать, да, ходить, просто потеть, да, тогда адреналин будет выжигаться. Острессерьезной практикой, такой, как у вас была по времени и по качеству, ее снять не было. По времени и по качеству, как у вас, тяжелой стрессой снять нельзя, только время. Ну, у меня и получается только время. Ладно, обсудим. У вас был опыт, ощущения? У меня какая-то ситуация с ощущениями. Так как я сейчас в практике делаю, выдерживаю асану коротко, там, минуты, секунд 30, в общем-то, у меня ощущения рождаются только в результате входа, небольшого пребывания и выхода. Все они связаны. То есть, вы чувствуете, тело на входе и на выходе у вас? Да. Да, гораздо здорово пробрало. Это просто самострел какой-то. Ну, все, так и я. Значит, смотрите, я вам советую, значит, только одно. Значит, вы можете, тут имеется значение скорость входа-выхода. Вы можете регулировать скорость, то есть, вы можете в вас вползать, просто, да, вот, буквально, можно те же самые 30 секунд входить и вообще не держать, и 30 секунд выходить. Даже не фиксировать вообще. Потому что у вас тело, оно забито нагрузками бешеными. Вот оно, ну, просто отказывается ведь работать в таком режиме, да? Ему просто нехорошо. Значит, пока оно отойдет, значит, вот попробуйте делать так. Даже вообще не держать. Но входить в такой скоростью, чтобы ощущения не возникали. Потому что можно обойти ощущения. Вот у меня был один такой знакомый, ну, он был маньяк, собственно говоря, йоги. Вот, а вот, значит, я, как-то сядки порвал. Значит, да. Я говорю, ну, ничего, я под маслом все равно делал. Я говорю, как? Ну, нормально, это минута голода-то. Закладываю ногу 40 минут, закладываю 40 минут, вытаскиваю. И ничего. Ощущения не возникают, и боль не возникает. Я говорю, а если дернешься, я говорю, ну, потеряешь сознание, повалясь. Немножко там, да, и дальше, в общем, как бы так, да. То есть я просто смотришь, что дает, конечно, манячество. Но скоростью входа и выхода можно уходить от ощущений, да, и даже, может быть, от боли. Но только это уже в пределе нам не надо. Просто скорость попробуйте. Мы еще говорим. Слушаю вас. Хочу сказать, что по ощущениям, вот две недели назад я был, практика идет, неделю назад, два дня отличалась. По какой причине причина была, видимо? Ну, я это отслеживаю, да. Вот удалось ослабиться больше в те два дня, и практика пошла. Ощущение такое было, что я здесь, весь остальной мир где-то далеко, вообще-то далеко. Возникла дистанция, да? Да, да. Возникла дистанция. И, ну, где-то два с половиной часа до трех, я так хорошо позанимался. Ну, размазывал. Да, да, вот размазывает. И чик, потом все равно. На следующий день такая же ситуация. Вот прям улыбился, отдалился. А все остальные дни? Остальные дни включилось, ну, вот это, я тревожно-менительный человек, в самом деле. Вот это вот, когда включается что-то там по работе, это не удается. Вот не удается, и все. А вот эти два дня прям чик, выключило. Очень сильно куда-то. Так вот она может думать о том, чем вы занимаетесь, и не о чем больше. Вот когда-то удастся, вот то, чем занимаетесь. Я уже, да, ну, пробую, пробую, и вот эти вот моменты. Ну, получается, это хорошо. Да. Включается, что вот я вот это вижу, отслеживаю, да. Совершенно уже спокойно я. Давно-давно, где-то пробую, пробую, и я вижу, что происходит. Хорошо, спасибо. Слушаем вас. Ну, у меня, без ощущения, получается, только у некоторых основных индивидуальных особенностей. Ну, понятно, у вас, просто ваша проблема, да? Да, поэтому, а так, ну, в принципе, да, все-таки лежачие получается. Посмотрим, всем, что было в начале. Разница есть? Да, конечно, да. Что надо выражать? Ну... Просто вопрос, если есть, то в чем? Да, во всем. Ответа, ответ неопределенно, мы ушли от ответа. Нет, ну, в начале, по сообщению, ничего не было, да? То есть, в начале я не знаю, что делала, что-то делала, такое, нет. Это самое счастливое, то, ну, на самом деле, сейчас я ничего не делаю. В начале я что-то делала, еще наоборот. Ну, в начале, потому что непонятно, ничего. Да, все, что ты делала, а сейчас я ничего не делаю. Просто вот лежу, и все, ничего не делаю. Просто стоите, и все. Просто стоите, и все. О, поэтому приходим к заключению, да? Несколько полосок, может быть, полосок. Что они надо делать, у них надо просто быть. Да, полудренное состояние, обычно. Это разные вещи, делать и быть. Да, поэтому, да, то есть... Там снят вектор. Ничего не делаю. Отлично. Спасибо. Слушаем вас. Ну, ощущения пока еще есть. Особенно в стоячих асмах. Но с ними стало нам проще. Ну да, как это, мы были есть и будем есть, да? Да, это правда. Но как потихоньку восстанавливается? Да. Восстанавливается, и совсем проще, легче. Ну и вообще все хорошо. Ну и ладно, обсудим. Обсудим. Спасибо. Я не знаю, я, может, даже ее пропущу. Что мне говорить? Затрудняетесь? Да у меня одни неприятные ощущения. Что мне говорить? Я расстроена. В прошлой неделе сейчас было приятное. Эта неделя уже неприятная. Вот прямо трансформация. Да, вообще ужасно. Хорошо, обсудим. Так, колеса, ну вы уже говорили, да? Рубя, вот мы переходим к колене. Ну, раз на раз не приходится, на самом деле. И на сколько не приходится? Ну, по-разному все. Ну, я уже, я все раньше был… Обращаться с собой более или менее научились? Да, вот именно правильно сказали. Обращаться с собой более аккуратно, чем… То есть, меньше каких-то резких движений, меньше старания. Вот. То есть, я понимаю, что если я чувствую что-то не то, то уже, значит, либо я делаю меньше, либо если вообще асана не идет, то я понимаю, что стоит, наверное, позаниматься другой. Ну, то есть… Ну, да. Выбрать что-то другое. Например, если ногу больно, то я поделаю навыки. То есть, ваше поведение, а вас оно оптимизируется? Да, потихонечку, но уже… Да, когда бывает что-то задумаешься и потом возвращаешься в тело и понимаешь, что ты перетянула, такая сразу, ой, нет, надо поменьше, значит, или перестать. Ну, конечно, и задумываться не надо было. Ну, да, да. Вот это другая уже проблема, то, что я два делаю – делаю, потом я выпала, потом вернулась и… ну, вот так оно все. Но лучше, чем было, конечно, намного лучше. Ориентирование появилось. Ну, правильно. Тело – это, как бы, когда в таком ключе человек с собой что-то делает, то у него управление улучшается. Да, вот именно. То есть, мне нужно всегда понять, о чем надо подумать, чтобы послать сигнал в какую-то из конечностей. А нет такого, что пока, что вот вы замечаете, что он уже сам по себе? Вот, чуть-чуть начинает появляться, то есть, уже меньше усилий, чтобы заставить себя… Вот. То есть, эти усилия – это должно стать автоматизмом? Да, вот. Просто раньше это даже не осознавалось, то есть, вообще. Потом, ну, сейчас процесс, когда потихоньку начинаешь понимать – а, вот у меня лопатка, оказывается, там есть, она может двигаться вот так. То есть, раньше я даже, ну, была как бы одно целое, сейчас я по фрагментам уже… Очень интересно. Да. То есть, происходит некое размягчение структуры. Да, можно так сказать. От общего напряжения. Просто раньше все стискивалось, я задавалась на воле. Да, да, сейчас я уже понимаю, что… А когда все на воле, это выматывает немыслимо. Угу. Ну, все понятно. Вот. Нервная энергия расходится по сумасшедшему. Ну, это ваша проблема проводимости. Ну, ничего. Вот у меня был этот парень, мне привезли ребята из Альфы, руководство. Антон, вы застали его, нет? Виктора? Или не застали? Когда это было? А, ну, ладно. Это одно и пол до другого. Просто привезли такого парня. Ну, он сам, как сказать, ну, как это называют, боевики, да? Те действующие люди. Ну, и он получил, значит, во время, там, какой-то ситуации, значит… Ну, представь, что бейсбольная бита, да? Ну, вот это вот. Вот такая дуль деревянная. И человек, говорит, за все силы ударяет по затылку с размахом. Это битой. Ну, в общем, в принципе, понятно, что. Но человек как-то вот выжил. Был он месяц, 8 месяцев в коме. Значит, да, а потом очнулся. И врачи говорят, ну, очнулся, но у него, так сказать, такого не может быть. Но он пришел сознание. Позже вот он начал ходить. Ну, врачи заткнулись и пристали, что ли? Говорили вообще. Вот, значит, и он вполне выразумен, значит, только у него что? У него движения такие, как у маринетки. Такие вот, да? То есть, и лицо деревянное, потому что нет. Ну, короче. Конечно, углу гематома мозга, да? И как прийти в себя, это невероятно. Вот они мне его привели и говорят, что можете там сделать. Значит, у меня время на нас смотреть. И у него справочка с собой была вечно. Он носил, потому что он шатает, как пьяного. Ну, когда милиция пристает, значит, показывает. Вот, значит, он занимался где-то почти полтора года. Истабилграмма. То есть, вот движения у него лучше лезть, наверное, несколько раз. То есть, походка у него пристала быть такая вот, ну, как у терминатора, да? Она стала нормальной. Мимика немножко. И, в общем, все очень здорово шло. Но, к сожалению, потом появилась тема стволовых клеток. Вот. А поскольку они своих не бросают, они заботятся. Значит, да, ты самая лучшая пытается. Значит, вот, вот стволы критика, какая тема, мы тебе пошли в Питер. Значит, да, они все там проплатили, сделали курс, ему стало хуже, хуже, хуже. Я не знаю, чем это кончило. К сожалению. Значит, да, но вот пока он занимался, была такая история. Такая история была. Только восстанавливала, значит, да, вот, регуляция нервная. Даже в таком случае, это, ну, когда взорвали у Чечни нервного Ромова, так он с тех пор так и остался пулочем, да? Потому что он выжил, но... А тут вот... Ну, человек, конечно, страшной силы. Физической, это видно по нему. Руки в жутких шрамах, руки-ноги. Я говорю, откуда? Он говорит, когда меня привязывали, значит, да-то. Значит, ну вот. Орвал кожу просто. Ну, в общем, да, своя история. Так что проводимость, она восстанавливается. Это все правильно. И когда, ну, вот темный автоматизм придет, ну, тогда... Тогда будет другая жизнь. Спасибо. Вам, наверное, еще рано, я не что скажу. Я пытаюсь понять, каких ощущений быть не должно, потому что, из того, что я практиковала дома, получается, что я, ну, все Асаны попробовала, по мне дали первый день. Я вхожу в Асану, буквально там фиксируюсь секундочку и выхожу. Потому что, как бы, что есть в ней напряжение, я не могу понять. Мне кажется, что я чувствую тело, ну, как-то делаю усилия. То есть я вот этот момент не могу оценить. То есть они дифференцируются пока, да? Ну, мне, как бы, как я понимаю, если чуть-чуть сбивается дыхание и сердечный ритм, если я, ну, я же держусь в Асану. Тут-то у нас двух моментов сгибается, сбивается. Или при физическом усилии явно, или при нервном напряжении явно. Ну, третья прям эмоциональная реакция. Ну, вот, может быть, и то, и то. У вас, наверное, и то, и другое третье. Ну, даже если, даже самые простые, то есть вот эта поза дерева, как там, где на одной ноге. То есть я даже не становлюсь на одну ногу, я просто поднимаю руки вот так вот на двух ногах, несколько секунд и опускаю, ну, я чувствую, у меня вот так вот. Ну, просто высокая степень детренированности физической. Чего? Да? Детренированности. Это нетренированность. Детренированность, то есть отсутствие тренировки. Ну, да. Отсутствие формы, скажем проще. Ну, это, с этим надо разбираться. Это мы обсудим индивидуально. По сказанным вопросам есть? Да, господа. Ну, вот есть тишина. Вчера не вернулся из боя. Расходимся, спасибо. Спасибо.